Гриша, ты помнишь, как мы с тобой эти деревья савалили? Ты что маленький был? Помню. Да, ты маленький был еще. Мы еще елки там сажали. Сажать деревья и расти детей – девиз многодетной семьи Ульяновых. Они воспитывают двух мальчиков и девочку. Глава семейства Александр показывает место во дворе, где они с женой, когда родился первый сын Гриша, посадили березы. Сейчас этим деревьям 7 лет, как и старшему сыну. Вместе с деревьями выросла и семья Ульяновых. Теперь у них есть трехлетняя дочка Ариша и пятимесячный Миша. Всегда хотелось детей. Старший родился, потом жена училась, я работал. Уже решили второго. Дочка родилась. Ну, пока что-то так хотел, что я это уже. Ну, когда один, кажется, тяжело, двое, когда уже двое, и третий, кажется, не так и тяжело. Гриша у нас в 6,5 пошел в школу. Говорит, старик, надоел, пойду в школу, что хотите. И в 6,5, да, уже пошел в школу. И сейчас уже закончил, это ну отлично. С сестрами, братьями мне даже стало лучше. Я занимаюсь плаванием, иногда играю в шахматы. Сейчас у нас, ну, Миша, грешет, плавает нас водичка. Да, мам. Я зашелся, аккуратненько. Когда в семье родился третий ребенок, Ульяновы обратились в Управление социальной защиты для выплаты пособия. Такую поддержку предоставляет государство по национальному проекту «Демография». Ежемесячную денежную выплату в размере 10 тысяч 565 рублей. Выплаты по уходу за ребенком семья будет получать, пока ему не исполнится три года. В Самарской области она предоставляется тем, чей доход составляет менее 28 тысяч рублей на каждого члена семьи. В этом году данная выплата уже предоставлена более 15 тысячам получателей. Выплаты, конечно, никогда не бывают лишними. Конечно, их всегда хочется больше, сколько бы ни было. Но, конечно, помогает и поддержка государства, и выплаты. Вопрос многодетности был решен, наверное, еще до замужества. То есть с мужем не было определено, сколько мы хотим конкретно детей. И дети – это наше будущее, наша жизнь. Здоровые дети – это наше счастливое будущее. Как-то все давалось довольно легко. И поэтому вопрос о том, заводить ребенка рожать или нет. Дети рождаются в большой любви. В Самарской области на социальный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2019 году выделили почти 4 миллиарда рублей. Это различные пособия, льготы многодетным семьям. Данная мера социальной поддержки является достаточно востребованной и весьма весомой поддержкой многодетных семей. Так, в городе Самара получателями ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка являются почти 4 тысячи семей. Ежемесячная выплата назначается со дня рождения, то есть право на получение данной выплаты возникает со дня рождения ребенка, если ребенок родился не ранее, 31 декабря 2012 года. Также многодетной семье положено пособие к началу учебного года на каждого ребенка-школьника. В этом году планируется увеличить размер пособия на питание в два раза. Оно составит 700 рублей на ребенка. Кроме того, многодетные семьи могут получать льготы на оплату коммунальных услуг. Для оформления всех пособий нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие родство и справку о доходах родителей за три месяца. Подать заявление также можно через сайт госуслуг. Валерия Куценко, Николай Епифанов, События. Валерия Куценко, Николай Епифанов, События.